Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Захарии. Во второй главе сам Господь говорит, что Он будет стеной вокруг Иерусалима. Но это не значит, что израильтяне должны опустить руки и не строить стены из камня. Да, Господь охраняет, оберегает свой народ, охраняет Иерусалим, является стеной для своего народа, неприступной, огненной стеной. Но у города должны быть и свои стены. И следующее видение, с которого начинается вторая глава. И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Эта землемерная верфь. Шла уже о ней речь в предыдущей главе, первой. Зачем ему эта землемерная верфь, этому человеку? Пророк видит человека какого-то с землемерной веревкой. Сейчас существует метр или реле, которым измеряют. Тогда была землемерная верфь, веревка. И сказал, куда ты, я спросил, куда ты идешь? Пророк задает вопрос, что все это значит? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. Измерение Иерусалима. В книге подробно и очень интересно описано. Измерение нового Иерусалима. Совершенно гиперболизированная картина у пророка Езекииля. И вот здесь тоже измерение Иерусалима. Казалось бы, его размер во времена Захарии были известны. Небольшой совсем город. Но почему-то вновь его измеряют. Наверное, должен увеличиться этот город. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. Вот уже два ангела. Один ангел, другой ангел. Два персонажа, которые являются посредниками между божественной вестью и пророком. И сказал он этому, один ангел другому. Иди скорее, скажи этому юноше. Это тот самый муж землемерной вервью. Скажи ему, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Вот если мы сегодня посетим Иерусалим, столицу государства Израиль, то мы увидим, что действительно древний Иерусалим, окруженный крепостной стеной турецкой, старый город Иргатика. Вот. Он там не так уж много жителей живет, он небольшой совсем. В основном население Иерусалима заселило как раз эти самые окрестности. Множество людей, множество скота, ходят трамваи по всему городу. Город разросся чрезвычайно и стал самым большим, самым крупным городом в Израиле, одним из крупнейших городов на Ближнем Востоке. И сбылось пророчество Захарии. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Не вмещает старый город людей, тем более стада животных, поэтому заселяются окрестности. Вот для чего нужна измерительная веревка. Измерить новый Иерусалим, который гораздо больше древнего. И я буду для него, говорит Господь, то есть для Иерусалима, для святого этого города, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Да прославляется, да святится имя Твое. Молимся мы. Господь прославляется посреди своего града, посреди Иерусалима и защищает его с самой неприступной защитой. Господня защита, она могущественней и надежней самых современных систем ПВО. Ничто не повредит Иерусалиму, потому что сам Господь защищает его. И сегодня Иерусалим может какие-то иметь пробоины в своей защите. Даже железный купол не всегда спасает от террористических атак. Но в эскатологическом Иерусалиме ни один террорист и ни одно нападение вот этих самых рогов, которые описаны в предыдущей главе были, которые разбросали Иуду, не будет уже угрожать Иерусалиму ничто. Ничего. Из всего этого Господь огненной стеной защищает свой святой город. И слава Господне наполняет этот город. Он прославляется, Господь, среди своего града святого. Шестой стих содержит некий призыв. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь». Северная страна, откуда всегда исходила угроза, куда отправились в изгнание. Сначала северная Десять колен, потом южная из Иудеи, Ассирия, Вавилония, теперь Персия, потом, ну, Яван, Греция тоже север, ну, наконец, Советский Союз, СНГ и все остальное прочее, Европа, северные страны по отношению к святой стране Израиля. И вот звучит призыв. «Бегите, спасайтесь туда, под божественную защиту, где Господь огненной стеной своей защиты окружает святой город Иерусалим. Там вы будете в полной безопасности». Великие гонения, великое истребление, рассеяние, изгнание заканчиваются, перед наступлением Царства Божьего все остатки народа израильского собираются, вновь на святой земле стекаются к горе Сион. Об этом мечтали древние допленные пророки Исаия и другие. И вот у Захарии, Михей, у Захарии все это повторяется, все это вновь актуализируется, и вновь звучат те же самые призывы к остаткам еще, которые медлят, мешкают, к остаткам иудеев, которые остались в этих северных странах, скорее бежать к Иерусалиму, спасаться в нем под божественную защиту. Будет эсхатологическая битва, заключительная битва человеческой истории, грандиозная битва добра со злом, Бога с богопротивными вот этими вот рогами. Господь сломит все эти рога, сокрушит их, все эти ненавистные ему силы, враждующие с его народом. Но чтобы в этой битве эсхатологической не погиб народ Божий, он уже сейчас должен бежать под божественную защиту, туда, к Иерусалиму, к Сиону, во святую землю. По четырем ветрам небесным Господь рассеял, и это рассеяние должно завершиться. То, что происходило в XX веке, продолжает происходить в XXI веке, является совершением, началом сбытия тех самых эскатологических пророчеств, о которых говорят Исаия, Михей, Захария и все другие пророки, предсказавшие, предвозвестившие возвращение пленников Сиона обратно во святую землю, землю своих предков. Это один из знаков грядущего, наступающего Царства Божьего. Читаем дальше. Звучит призыв к Сиону. Сион – это и есть Иерусалим, гора Сион. Она находится в Иерусалиме, гора святая, гора Божья. Сион иногда, ну, часто ее отождествляют с Храмовой горой, но не всегда. Может быть, это две разных горы. Как бы там ни было, здесь метанемия, здесь под Сионом понимается весь Иерусалим и вся святая земля, весь Израиль. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». Здесь Сионом названы остатки пленников, которые медлят, мешкают вернуться в святую землю. Они названы Сион, пленники, узники Сиона. Они должны вернуться. Вернуться туда, на Сион. Пророки израильские, в их числе Захария, были сионистами. И сионизм – это нечто очень положительное у пророков. Пророки были сионистами, их читатели были сионистами. И все благочестивые праведники были в те времена сионистами. Да, и наше время ничем от этого не отличается тоже. И всякий, желающий добра Божьему народу, желающий, чтобы Сион был спасен и прославлен Богом, он, из какого бы народа он ни был, этот человек, он находится вот как раз в линии этой самой пророческой вести. И спасение Сиона – это спасение всего человечества. Благо Израиля – это благо для всего человечества. Это пророки говорят настойчиво, постоянно повторяют все пророки, что израильский народ, его спасение, его благо является спасением и благом для всех народов земли. Потому что из Сиона выйдет закон, говорит, Михея Исаия, говорят, и туда стекутся все народы, и Господь научит все народы ходить по путям своим. Господь долго обучал один-единственный народ ходить путями, его путями Божьими. И вот наступит день, наступит час, когда все народы будут ходить во свете с Божьим, во свете Слова Божьего, придут и научатся ходить Господними путями, оставят своих идолов, оставят свои политические все проекты, глупые, бессмысленные, и будут подчиняться только Господу, и составят с народом Божьим, с народом иудейским, один Божий народ, и это будут все спасенные народы земли. Будет единый Божий народ, а Иерусалим, Сион, будет центром этого нового грядущего мира, который мы называем Царством Божьим. Ну а пока звучит призыв пророка, спасайся Сион, обитающий у дочери Вавилона. Вавилон, преемницей Вавилона, его дочерью была Персия. Потом преемницей Персии будет греческая держава Александра Македонского, потом римляне. Апостол Петр в своем послании Рим, столицу Римской империи, назовет Вавилоном. Он называет Вавилоном, в общем-то, Рим. Вавилон становится таким образом на все века апофеозом человеческого царства, тоталитарного государства, подавляющего верных иудеев, христиан, подавляющего, угнетающего, истребляющего этот богопротивный рог Вавилона. И как мы не назовем Вавилон, как мы не назовем столицу державы, претендующей на господство, мировое господство, Рим, Константинополь, Москва, Нью-Йорк, Пекин, все это Вавилон, то есть то, что противится Богу, это вот эта Вавилонская башня, которая пытается своими силами вернуть себе величие и славу, и могущество, и царство. 11 глава книги Бытия говорит о том, как Господь разрушает Вавилонскую башню, но люди все равно не успокаиваются, продолжают строить свое царство без Бога здесь на земле. И все это называется Вавилон, и в апокалипсисе будет названо Вавилоном. Вавилон, великая блудница и так далее. Из книги в книгу этот образ Вавилона перетекает, часто предстает в женском образе, образе нечестивой женщины, блудницы. Вот я подниму руку мою, продолжается прямая речь Господа на них, и они сделаются добычей рабов моих, и тогда узнаете, что Господь Савов послал меня, торжество народа Божьего над всеми другими народами, противящимися Богу. Это постоянная тема у пророков, и Захария лишь продолжает эту тему развивать, тему, которую начали еще допленные пророки. И звучит призыв к Сиону ликовать и радоваться, ликуй и веселись, дочь Сиона. Десятый стих. Этот призыв звучал, пророческий призыв, у допленных пророков, конечно. Вот он повторяется, вот эта радость, ликование города, Иерусалима, Сиона, пленников Сиона, вернувшихся из Вавилона на гору Сион. Звучит этот призыв радоваться и ликовать. Почему? Потому что, ибо вот я приду и поселюсь посреди Тебя, говорит Господь. Когда-то божественная шхина, его знаковое присутствие, слава отошла от Иерусалима, ушла в изгнание с народом. Возвращается народ, возвращается вместе с ним Господь. Второй раздел Исаии, вспомним. И вот Господь вновь будет в Иерусалиме со своим народом. Ограждать будет Иерусалим своей божественной защитой, словно огненной стеной. Иерусалим будет недоступен, неприступен никаким врагам. И народ Божий будет в полной безопасности, будет радоваться, ликовать. И Господь будет посреди него. В апокалипсисе Сиана даже храма нет в Иерусалиме. Почему? Потому что сам Господь, Творец неба и земли, сам Создатель является храмом. Человек будет иметь... Что такое храм? Храм – это какое-то место, где человек ищет присутствие Божьего, общение с Богом. Особое место, выделенное для этого общения с Богом. А вот в новом Иерусалиме, грядущем Божьем Иерусалиме, не будет храма, потому что человек будет иметь непосредственный и постоянный доступ к Богу. Прямое Богообщение. Без посредников, без священников, без храма. Весь народ станет священниками Богу, царями и священниками Господу, весь спасенный Божий народ. И храма не будет, потому что весь Иерусалим будет этим самым храмом, местом, где мы напрямую общаемся с Богом. Прямо сейчас в наших городах есть храмы, но в идеале вся земля, начиная с Иерусалима, по всей земле должна распространиться слава Божия, везде должно быть его присутствие, люди должны перестать противиться Богу. Каждый наш дом в идеале должен быть храмом. И не только в каждом сквере и парке должен стоять христианский храм, а и сквер, и парк, и наши квартиры в наших хрущобах, и вообще вся Москва, мытищи, и Шанхай, и Пекин, и Вашингтон, и все-все-все-все города, начиная с Иерусалима, должны стать Божьим храмом. И вот, а все начинается с Иерусалима, оттуда исходит, с Иерусалима, с Сиона, исходит вот это освящение всей земли и всего Божьего мироздания. Ну, и будет Бог все во всем, скажет позднее пророк. Ликуй и веселись, и Господь поселится. 11 стих. «И прибегнут ко Господу многие народы в тот день». Вот говорится о том, что все это уже благословение, которое получит израильский народ, оно не только для них, оно для всех народов, как у Исаии, как у Михея, для всех народов земли. Народов Африки, народов Крайнего Севера, народов на самых далеких островах, все народы будут включены в это божественное царство, в эту божественную славу. И войдут вместе с народом израильским и станут вместе с ним тем народом, единым народом, который называется народом Божьим, народом Господним. Христианство как раз и провозглашает наступление этого царства Божьего для всех народов земли. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия», скажет Господь своим ученикам, даст заповедь. «И прибегнут ко Господу многие народы в тот день и будут моим народом, — говорит Господь, — будут народом Господним». Уже не только из потомков Иакова, из двенадцати колен Израиля составляется народ Божий, но вместе с ним все народы объединяются в единый Божий народ. «Как дикие ветви маслины, — скажет Павел в послании к римлянам, — они прививаются к природной маслине, к еврейскому народу, чтобы вместе с ним составить единый народ». Когда церковь христианскую называют Новым Израилем, это ложное учение, которое противоречит учению и Ветхого, и Нового Завета. Это не Новый Израиль. Это дикий народ, который стал единым целым с вечным и единым Израилем. Прекрасный образ дает апостол Павел в послании к римлянам. Дикие ветви, ветви дикой маслины, прививаются к природной маслине, чтобы срастись с этой природной маслиной, стать с ним единым древом. Прекрасный образ, не требующий особого объяснения. Прекрасная метафора, как все народы прививаются к единому и вечному израильскому народу. Поэтому нет Ветхого Израиля, нет Нового Израиля, нет Ветхого Завета, нет Нового Завета. Есть единый народ Божий, есть единый Израиль, есть единый вечный завет Бога с человеком. И в тебе, говорит Господь Аврааму, благословятся все племена земные. И в израильском народе все благословения, которые получает израильский народ, и о которых говорят пророки, все эти благословения, они не только для Израиля, они для всех народов земли, без исключения. И все народы земли будут участвовать, будут наследовать те благословения, и участвовать в них, в которых участвует и которые наследует израильский народ. Вот она перспектива пророческая, с которой иногда вступает в противоречие средневековая экклезиология, считающая, что вот Новозаветная Церковь, последователи Иисуса, мы с вами являемся Новым Израилем. Нет. Заместительная теология, она порочна, она ложна и противоречит и учению пророков, и учению апостолов, и Ветхому, и Новому Завету. Противоречит Слову Божьему. Единый Израиль, а к нему прививаются, словно ветви дикой маслины, к этой природной маслине прививаются все народы. Вот такая перспектива у пророков и апостолов, и такова истинная христианская экклезиология. Все остальное, все остальные учения ложные и гибельные для народов земли. Что говорит Захария? Прочтем еще раз 11 стих. «Прибегнут ко Господу многие народы в тот день, день Господень, и будут моим народом, прямая речь Господа, народом Господнем, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Савов послал меня к тебе». «Тогда Господь возьмет во владение Иуду, послал меня к тебе». 11 стих. Вот здесь этот стих следует истолковывать, скорее всего, в мессианском ключе. «Господь Савов послал меня», то есть своего посланника, своего помазанника, Машеха, Мессию, послал в свой народ с проповедью, с призывом обратиться, как говорится в первой главе. Потом, позднее, то, что прилагается к Зарававелю и к Иисусу, сыну Иосидекову, оно будет прилагаться к Мессии, к Иисусу Христу. И вот Иосидеков будет назван отраслью в следующей главе. Кое-какие аспекты служения Зарававеля принимаются в мессианском ключе, указующем на будущего правителя мира, царя Иудейского. Об этом мы поговорим, анализируя следующие главы, разбирая их. Ну вот сейчас здесь «Господь послал меня к тебе», «Господь послал Мессию к израильскому народу», ну и через израильский народ ко всем народам земли. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел во святой земле и снова изберет Иерусалим. Когда тогда? В тот день, в день Господень». Земля здесь названа святая, адмат-акодыш, святая земля, святая территория, а дома здесь буквально термин. И снова изберет Иерусалим. Господь избрал Иерусалим. Потом на время, на время гнева Иерусалим был оставлен и народом Божьим, и самой божественной славой, и самим божественным присутствием. Господь возвращается в Иерусалим, Иерусалим отстраивается, окрестности заселяются. Иерусалим становится центром нового мира, нового грядущего, прямого божественного царства, божественного правления. И в его свете, во свете Сиона, во свете Иерусалима, ходят все народы земли. И сам Господь является правителем. Берет во владение Иуду свой удел. Это его частная собственность Божья, святая земля. И снова берет Иерусалим. Избирает. А через Иерусалим и через Адмата-Кодаш, через святую землю, благословляются все другие земли и все другие города земли. И не только города, но и деревни, и поселки городского типа. Все мироздание даже. Тринадцатый стих, которым завершается глава, звучит так. «Домолчит всякая плоть пред лицом Господа». Всякая плоть, то есть всякий человек. Люди строят планы, какие-то проекты, концепции, стратегии развития до такого-то года. Жилищная программа. К 2000 году каждой семье отдельную квартиру была жилищная программа в позднем СССР. И сейчас строятся разные проекты. Стратегия 2030, стратегия 2050 и так далее. Ну, не надо людям слишком быть такими самонадеянными. «Домолчит всякая плоть пред лицом Господа». Вот у Господа есть свой план. В центре этого плана Иерусалим, святая земля, спасение всех народов земли и наступление нового мира, нового миропорядка, Царства Божьего. Что вы свои планы строите? У Господа свой план. Молчите и перестаньте планировать. «Ибо Он поднимется от святого жилища своего». Поднимается от святого жилища своего. Этот стих является вариацией на стих пророка Аввакума. В конце второй главы Аввакума мы читаем пророк допленный и, может быть, начало плена. «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Здесь говорится о храме, о храме Иерусалимском, еще первом храме Аввакума. Храм был разрушен, второй храм пока не отстроен у Захарии. Поэтому здесь, возможно, святым жилищем, под святым жилищем следует понимать небесное жилище Господа. Где Господь обитает? На высоте небес, в небесах в небес, в том духовном мире. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе молимся мы». Царство Божие – это не где-то там за облаками. Да, там жилище Господне в том духовном мире, который называется небесами в Библии. Но Царство Божие, оно здесь на земле будет. У Него не будет нигде никаких территориальных ограничений. Вот Царство Небесное – это где-то там за облаками, и все. Нет, Царство Божие здесь на земле. Никаких больше Кампучи, Россий и прочих там Германий. Царство Божье. Единый Царь, Единое Царство. Этому Царству не будет конца. Святое жилище Господа. Святое жилище. Это и храм в Иерусалиме, который во времена Захарии еще не отстроен до конца. Это и небеса небес. Это Божественное жилище. И вот Господь поднимается из своего жилища, чтобы не зайти на землю. И здесь, на земле, чтобы тоже было жилище Господа. Вся земля, точнее, стала его жилищем, начиная с Иерусалимского храма. И чтобы это жилище Господа было распространено по всему лицу земли. Небеса, земля. И чтобы совершилась, исполнена была наша молитва, чтобы воля Господня исполнялась и на земле, как на небе. Сейчас на земле, к сожалению, исполняется человеческая воля. Господь попустил до времени людям строить свои царства-государства. Но когда-то наступит Царство Божие, никаких не будет больше царств-государств. Только Господь, только Царство Божие и только жилище Всевышнего. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова